Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня с нами наша шуршалочка замечательная. Я не знаю, насколько это будет слышно в общем раскладе, но тем не менее антураж красивый. Замечательная скатерть и не менее великолепные классические колоды. То есть сегодня у нас классический такой вечер, день, утро уж в какое время вы смотрите этот расклад. И мы разбираемся, кто желает вам зла, есть ли какие-то действительно летящие к вам недобрые пожелания со стороны людей. Кто этот человек и за что вообще вот так он может слать вам какие-то не очень хорошие пожелания. Сегодня без великих и ужасных тренируем просто интуицию. Если вы на эту или другую тему хотите индивидуальную консультацию, любой расклад на отношения, на перспективы трудоустройства, профориентация, то есть что для вас будет идеальным направлением вашей деятельности, диагностики магического негатива, диагностики ритуалов, чистки, защиты. И все то, что с этим связано, установка непроглядов и прочее, прочее, прочее. То в пункте первом перекрепленного комментария и в описании к этому видеоролику ссылочка на видео, в котором подробно с уважением к вам. Я рассказываю, как именно вы можете получить индивидуальную консультацию для себя на любую интересующую вас тему. Стесняться не надо. Дело в том, что люди иногда говорят, да я не знаю, вот такой вопрос, вроде бы он тупой. Но вы знаете, не всегда бывает вопрос, тот, который интересует человека, достаточно популярным, потому что бывают люди приходят с какими-то абсолютно эксклюзивными вопросами, рассматриваем обязательно, потому что в жизни каждого человека может случиться все, что угодно. И то, что одному кажется абсолютно неважным, для другого будет вопросом жизни и смерти в определенный момент времени. Поэтому, друзья, всегда говорю о том, что если вопрос возник, значит на него ответ, естественно, имеет право существовать. Естественно, если какой-то вопрос есть, то вы можете обратиться и получить для себя консультацию на любую вашу тему. Вы можете загадывать хоть по порядку выкладки, первая, вторая, третья, четвертая позиция, хоть по порядку открытия мною, хоть по какой-то карте, которая, может быть, вас притягивает определенным образом или бликует, или наоборот расплывается. Вообще, как у вас происходит выбор позиций? Потому что кто-то говорит, у меня рубашка карты будто бы расплывается, я понимаю, что это она. Кто-то говорит о том, что у меня наоборот более четко все как будто бы начинает провисовываться, и я вижу наименьшайшие подробности рубашки карты и считаю, что вот это такой выбор может быть. У всех это может быть по-разному, но в любом случае это всегда вопрос интересный и интересно каждому человеку даже за собой наблюдать при подобного рода процессах. Для тех, кто выбрал сегодня позицию номер 2, а давайте здесь посмотрим. Ну, здесь пожелания могут быть какие-то, вам могут реально отсылаться некие пожелания. Колода очень яркая, золотая, бликующая, поэтому, ну, что рассмотрели, то рассмотрели. Как говорится, я сейчас вам покажу более подробно. Колесница здесь у нас, смотрите, какая красивая. На эту колоду будет обзор. Он будет, скорее всего, через несколько дней, может быть, понедельник-вторник будет выходить. Но, опять же, друзья, если какая-то колода появилась в общих раскладах, значит, значит, она будет освещаться в обзоре в ближайшее время или уже есть обзор в плейлисте колоды Таро и Оракулы. Итак, ну, пожелания в ваш адрес идут здесь однозначно. Пожелания могут быть не особо серьезными, то есть человек в них не вкладывается энергетически особо сильно. Если в сердцах что-то было сказано, то это из области, когда человек вспыхнул и потом перестроился на какие-то другие свои дела, зла не затаил. Поэтому, либо здесь мимо пробегающий какой-то, мимо крокодил может что-то сказать, пожелать. Но я не могу сказать, что особо какая-то глобальная злоба со стороны человека. Давайте посмотрим, кто может, да, вот как-то в не очень позитивном ключе. Смотрите, у кого-то женщина старше 50-55 лет. Знака воды или воздуха больше похожа на водяную. Может быть, разведена или вдова. Достаточно жесткая, интеллектуальная. Но могу сказать, что здесь возраст солидный, однако деменции не пахнет. И человек даже может еще подрабатывать или работать даже. Вот с ее стороны для кого-то это матери, свекровью могут быть и так далее. Но такая дама есть, которая может иногда что-то сказануть. Но сказануть для того, чтобы поддержать кого-то из своих или тех, кого она считает своих на этот момент времени. В целом, позиция достаточно спокойная. Я не могу сказать, что здесь такой недоброжелатель, который прямо зла желает 24 на 7. Нет, такого здесь не происходит. Просто эта дама считает, что вы торопитесь, что вы спешите как-то постоянно. Что вы не согласны с ее чувствами, которые она к вам показывать пытается периодически. Хотя у нее с выражением чувств не очень. Хорошо, у кого-то Лена будет имя. И Олеся будут здесь имена. Смотрите, человек в целом относится к вам хорошо. И человек в целом как будто бы пытается просто дать наставление. Называется, я же знаю как надо, я тебе скажу. И тогда ты будешь счастлив, если я тебе открою глаза на этот мир и на эту жизнь. Достаточно ровное отношение к вам. Поэтому если вы думаете, что человек прямо вот как-то там ненавидит вас, нет. Здесь пожеланий зла глобальных нет. Но иногда слова этой дамы могут быть разрушительными. Потому что человек действительно может иногда достаточно круто высказываться. Или энергетически так вот взрываться. Кстати, человек может настаивать на чем-то, что касается вашего здоровья. И говорить, нет, вот ты пойди вот это сделай вот к этому врачу. Ведь он замечательный и так далее. На кого-то могут давить в плане рождения детей. Там называется, сколько вы уже полтора года живете, а детей нет. Давайте. Для кого это актуально. Может быть для кого-то в плане внуков. Может быть то же самое отрабатывается. Поэтому здесь достаточно такая вялая позиция. С одной стороны человек пробивную периодически пожелания высказывает. Но с другой стороны сам человек особо не зацикливается на этих пожеланиях. И это как плюс. Я думаю, можно засчитывать. Перспективы ситуации. Ну, я вам скажу так. Здесь история следующая. Вашим детям или вам, или как вам обращаться с вашими животными, подопечными, детьми. И будут советы даваться. Это вот из области у нас страна советов. И мы эти советы вам давать будем, чего бы нам это ни стоило. Поэтому, ну, знаете как, попытаться передразнивать. Говорить, да хватит, да задолбал уже, да так далее. Вот не надо. Не капризничайте особо. Вам это ничего не даст. Может просто вызвать вспышку какой-то злобы со стороны человека. Поэтому лучше, знаете, что сделать? Для того, чтобы отвлечь товарища, для того, чтобы он не задолбывал вас, можно здесь ответить о каких-то действиях. Допустим, сказать, ой, ты знаешь, я собираю чемодан. Вот что вниз класть, а что наверх. И вот пусть человек залипнет на этой идее. То есть вы сами можете взять и попросить совета. И в ответ вы можете тоже посоветовать. Но это должно быть не заткнись, такой вот совет. А это должна быть ситуация, когда вы можете сказать, ой, я смотрю, там вот у вас, например, стул на улице деревянный стоит. Вот лучше на пластиковый, например, заменить. Или как-то еще. Вот что-то такое бытовое вы можете советовать человеку. Но не навязчиво. То есть не на каждый его совет вы даете три совета. А просто как будто бы возвращаете человеку идею, по поводу которой он будет думать, переключившись с вашей какой-то проблемой или задачей. Отвлекаете вот из области отвлекающего маневра. И, возможно, человеку одиноко хочется какой-то совместной деятельности. Если у вас есть желание, вы можете здесь договориться с человеком о совместной деятельности, в которой вы можете отдать ему лидерство. Например, если это пожилая родственница из печь пирожки. Или там, допустим, и когда вы приходите это делать, вы можете периодически спрашивать, ну как, ну как там, Лен, вот так вот делать? Или вот так вот? Человеку будет приятно, и вам, собственно, вкусно будет. То есть если есть время, желание, можете выделить вот такие вот от себя. Там есть некоторое время, пару часов для того, чтобы разрешить вот это напряжение, которое может периодически создаваться. Для тех, кто выбрал позицию номер 3. Ну смотрите, здесь у вас может быть история, когда не столько человек желает вам зла, но мы еще будем уточнять какие-то люди. Если будет дублироваться фигурная карта, то, конечно, уже будем ее определенным образом трактовать. Но здесь пока что карта больше говорит о том, что зла конкретно особо никто не желает. Но человек будет очень четко следить за всеми реверансами и правилами поведения с собою, с вашей стороны. И человек может показывать эмоции. Человека больше интересует не столько окружающий, сколько он сам называется. Я как бы никем особо не интересуюсь, но если ты общаешься со мной, то будь добр соблюдать все там реверансы. Ты должен поздороваться, ты должен узнать, как у меня дела. А потом уже, если тебе что-то нужно, тогда озвучивать свои какие-то вопросы. Вот из этой области. Ну, я не могу сказать, что это пожелание зла какое-то. Понимаете, одно дело, когда человек просто недолюбливает, и другое дело, когда человек прямо желает прицельно осознанно зла. Вот здесь этого не происходит. Человек считает, что вы и сам с усами, как говорится, что и сами справитесь с тем, что в вашей жизни происходит. Периодически вы можете слышать какие-то интересные новые решения от человека, какие-то новинки привносят в ваше осознание ситуации. Человек считает, скорее всего, что вы не настолько глубоко в теме, в которой он в теме. Это бытовые могут быть вопросы. Это может быть работа, это может быть все, что угодно. И здесь я могу сказать, что зла со стороны человека нет вообще. Для кого-то здесь, вы знаете, вы иногда сами себе можете напортить так, как никто не напортит. Вот иногда вы сами для себя можете пожелать что-то или упрекнуть себя как-то вот зло достаточно. И для вас это может в жизни проигрываться не очень хорошо. Поэтому думайте всегда, насколько вы упрекаете себя и насколько вы жестко по отношению к себе в первую очередь высказываетесь или задумываетесь. Для кого-то здесь еще может быть история, когда. Но это, скорее всего, давно было. И неправда, с пожеланием не очень добрым могли сделать подарок. Скорее всего, по работе, по учебе мужчина старше 37-40 лет. Знака воды или воздуха. Очень тщеславный, эгоистичный, желающий такой, да, король солнца, чтобы все вокруг него плясали. А он, ну, скажем так, еще подумает, с какой высоты на кого посмотреть сверху. Такая вот здесь позиция. Но в целом к вам отношение нормальное. Просто человек в порядке иерархии себя ставит в любом случае выше. Я не знаю, насколько это оправдано в вашем случае. У всех может быть по-разному. У кого-то реально это может быть преподаватель, и это оправдано. Там, допустим, Нина Петровна какая-то, очень маститая преподавательница, которая знает себе цену, а вы ее студент. Тоже может быть такое. А может быть ситуация, когда вы одного возраста, но, тем не менее, человек считает себя более опытным, более осознавшим ситуацию, чем вы в том, что происходит. В целом вы со стороны этого человека можете даже получать помощь. И вы будете получать всегда ответ здесь. То есть, вряд ли человек будет отмалчиваться, отсиживаться, не брать трубку и так далее. Единственное, что могут как-то, знаете, ответы на ваши сообщения или звонки на следующий день как будто бы переноситься. То есть, вы написали вечером, например, в 9 часов, а человек уже занимался своими делами, телефон на зарядку, например, на беззвучку поставил и увидел только на завтра то, что от вас пришло. Вот это может быть здесь. Но, смотрите, здесь с человеком может быть разрыв. Если вы как раз таки не будете соблюдать какие-то правила, которые он установил, то есть здесь, если вы будете перегибать палку, где-то жестко пошутите или попытаетесь высмеять, человек может вообще отрезать общение. Ну, то есть, товарищ такой не то чтобы обидчивый, но четко знающий свои границы. Вот такой момент есть. Вы знаете как, здесь не стоит постоянно открывать человеку какие-то тайны вот из области сплетни, когда ты знаешь вот про Люсю, а я вот тебе расскажу, обсуждать прошлое каких-то людей. Здесь не очень нужно было бы. И то, какие изменения случились за последнее время. Постарайтесь очень по-хорошему, ровно, гладко, спокойно, доброжелательно общаться. И тогда, скорее всего, между вами и дальше могут быть абсолютно адекватные отношения, нормальные. Ой, народ, как хрустит свеча. Нам надо послушать. Кто в наушниках, наверное, кайф словили. Так, давайте продолжать. Для тех, кто выбрал позицию номер, номер раз. Ну, вы знаете, есть, может быть, даже в окружении вашем какой-то очень самоуверенный тип. И такой тип, который считает, что на его стороне правда называется. Да я тебя там по стенке размажу, если мне будет надо. Но я не вижу, чтобы человек очень прямо пожеланиями какими-то кидался. Давайте-ка мы посмотрим. Человек хочет подавлять. Человек хочет быть главным. Человек в компаниях или в семье старается все-таки занять лидерскую позицию. Однозначно, и с точки зрения лидера как-то сверху вниз вас оценивает. Вот об этом речь идет. Я не могу сказать, что это пожелания зла. Вот опять же, да, именно конкретных осознанных пожеланий зла в ваш адрес здесь не встречается. Но может быть человек, который слегка зазвездился, с которым вы можете достаточно редко общаться. Но тем не менее, регулярно человек посещает, возможно, странички какие-то ваши. Для кого-то это будет мужчина старше 40 лет, знака земли или огненного знака, состоявшийся и состоятельный. У кого-то и вам имя будет проходить. Либо человек, накопивший какую-то крупную достаточно сейчас сумму. Может быть ему это и придает какой-то вот такой уверенности, гордости за себя и прочее. Но здесь вот человек может идти на принцип иногда. Я не могу сказать, что это пожелания зла. Нет. Здесь человек, да, там до штоп тебя может сказать иногда и так далее. Но он не вкладывает в это определенного смысла. И он не осмысливает полностью, какую нагрузку энергетическую может нести подобного рода фразы. Я поэтому всегда и говорю, что надо думать, что говорим. Однозначно человек проявится. Возможно, даже с этим человеком у вас будет какое-то застолье, посиделки, праздник. Какие-то договоренности. Для кого-то даже реально это может быть принятие каких-то договоренностей за столом переговоров в том числе. Но здесь будьте осторожнее, потому что человек все равно свою выгоду в рамках того, что происходит, и искать будет. Не вкладывайте очень большие деньги в то, что предлагает человек. И не пытайтесь выглядеть слишком дорого, дороже, чем было бы надо. То есть если человек зовет вас на какое-то мероприятие, это не значит, что вы должны надеть все лучшее сразу. Это значит, что вы должны вести себя, одеваться и быть вообще воплощением того, что сообразно той ситуации, в которой вы находитесь. То есть если вас зовут на, допустим, какую-то коктейльную вечеринку, то не надо приходить в строгом брючном костюме. Но если вас зовут на какие-то переговоры, вечернее платье, опять же, тоже будет недопустимо в этой ситуации, особенно если вы мальчик. Ну ладно, посмеялись и хватит. Как-то сегодня серьезный смех. Вы знаете, больше действуйте от головы, чем от эмоций. Старайтесь подавлять свои эмоции с этим человеком. Потому что как только он поймет, что вы эмоционируете, он вас сразу запишет в разряд каких-то низкопробных таких для себя людей. Или каких-то низкоранговых товарищей, которые могут его окружать. А чем больше вы из себя представляете воплощение спокойствия, тем лучше к вам будет относиться этот человек. Конечно, позиция. Первое, второе, третье компот. А у вас, ну смотрите, вообще карта семьи ложится. Опять же, вот я вам покажу, она отсвечивает слегка, чтобы вы могли рассмотреть. Карта семьи. Она, в свою очередь, может говорить о том, что есть какие-то недоброжелатели в семье. Или определенное недопонимание могло возникнуть. Особенно, если кто-то умирал за последний год-полтора. Здесь может быть у кого-то вопрос о том, кто досматривал. Называется, вот вы-то дети, вам наследство. А я-то сестра, но я досматривала. То есть, вот здесь могут поворачиваться определенным образом. Вот так вот моменты. Вот так может поворачиваться ситуация. Вы знаете, я не вижу какого-то пожелания зла. Но бывает, что неосознанно, когда человек что-то покупает, что-то вам дарит, отдает, у него может быть энергетическая нагрузка на этот подарок. То есть, это не магического порядка, не ритуального порядка нагрузка энергетическая. Но чисто эмоционально человек может. Вот там, допустим, купил вам какой-то брелочек. Подарю там Оксанке, приеду с моря. Или ракушку какую-то. Вот дарит. А состояние, если между вами неблагостные настроения, вот состояние энергетики этого предмета может быть не очень хорошим. То есть, у человека хватает энергетических сил для того, чтобы эту нагрузочку придать предмету. Активных пожеланий зла нет, но человек все равно своего не упустит. Для кого-то это, к сожалению, может быть кто-то из родителей. Или свекровь. Хотя вас могут считать достаточно таким вот человеком уважительным к окружающим. И человек или вы, или человек реально собирается куда-то уезжать. Что-то связанное с поездкой будет в ближайшем будущем. Но вас считают, знаете, что вы и вашим, и нашим можете соблюдать какие-то реверансы. Называется, ты со мной ведешь себя не потому, что ты меня очень любишь, а потому, что ты хорошо воспитан. И ты можешь точно так же вести себя с большим количеством людей. Что здесь может человеку самому не нравиться. Для кого-то мужчина знака земли или огненного знака. Фигара здесь, фигара там. И товарищи, которые на язык могут быть острые. Называется, ой, да что ты обижаешься, я ж любя тебе говорю пакости. Перспектива ваша с этим человеком. Ну, никогда такого не было. И вот опять будут какие-то новости однозначно. Со стороны человека может быть, кстати, известие, что кто-то из мелких травмировался, что-то произошло. Там мой у нас Арсенчик упал, например. То есть, вот какие-то такие вещи могут всплыть. Человек способен долгое время общаться, при этом быть достаточно сдержанным. И даже иногда идти на уступки. Но нельзя никогда перегибать палку в этом отношении. Не бойтесь со стороны человека каких-то злых пожеланий осознанных. Прямо сегодня у нас какой-то белый, пушистый расклад получается. Но карты говорят о том, что вы должны управлять собой или, по крайней мере, создавать видимость того, что вы вообще не волнуетесь в той ситуации, которая сейчас создалась. Идти законными путями. Уметь обижаться на слишком высокую холодность и указания вам на ваше место. То есть, здесь вы должны в иерархии занять собственное место в своем доме, в своей семье. Если есть вопросы наследования, имущества, то имеете полное право идти через судебную инстанцию или через юридические составляющие, такие как нотариат, например. То есть, здесь вы то, что вы можете оформить официально, имеете полное право, моральное и законное право оформлять официально, а не просто договариваться на словах. Тогда для вас это будет более продуктивно. Такая вот история, друзья. Всем благополучия, удачи, до встречи, до свидания.